Трямо, подписчикам и гостям, я Джетли, и сегодня мы с вами будем готовить лазанью. Конечно же, я вам не скажу, что нужно для лазанью, поэтому вы смотрите это видео и, типа, записывайте, что ли, там, по мере поступления. Короче, делать ночью, уже, кстати, ночь. Что мы делаем на карантине? Мы делаем лазанью. В кастрюльке, да, кастрюлька, берём кусок масла. Масла, то вы можете, ну, того и того не пугаться. Все мы когда-нибудь умрём. И это масло тоже. Так, окей, хорошо. Пока наше маслице крутится у нас в кастрюльке, да, вот оно крутится, крутится, плавится. Я забыла, что сделать. Берём доску, но всякий случай, вдруг нам понадобится убить оператора, там, вот, нож. Ложка нам нужна. Я знаю, что нам нужен яичок. Дальше катаем масло в нашей офигительной карусели. Да, это девятый круг ада этого масла. Оно явно не понимает, что его ждёт. Во время этого мы берём фарш из индейки. И, конечно же, продолжаем успокаивать нашу массу. Короче, расчехляем наш фарш. Берём фарш из свинины. Я вскрываю своими ногтями всё это непотребство. Раздеваю фарш. Ладно. Обязательно вынимаем эту бумажку, потому что с этой бумажкой, ну, как бы, вам будет невкусно. Окей. Ну, как? Если у вас нету ничего, через что можно просеять, можно просто попрести стакан. Это, конечно, не поможет, но самоуглушение – это часть работы. Так, это всё и работает. Дублемный мир работает на самоуглушении. Лопаточкой перемешиваем всё в кастрюльке. У нас получается какая-то каша. Да, мы вливаем молоко. Наш соус я готовить не умею. Нам в это нужно добавить соли, да. Короче, мы немножко это солим. Чуть-чуть. Добавляем. Мы в это травки добавляем, да? Немножко кавказских трав. Вообще, это надо постоянно помешивать. Поэтому мы не можем приступить ко второму шагу. Мы должны всё помешать. Мешаем. Короче, вот соус какой получился. И, типа, ну, по идее, он таким должен быть. Ну, возможно, чуть-чуть погуще. Или нет. Мне не хватает травки. Чуть больше кавказской травки. Если что, это реально кавказские травы. Ничего такого. Ещё немножко перемешаем. Вообще, мне кажется, соли тут не хватает. Ну, ладно. Типа, вы можете посолить, вы можете не солить. Вы можете что угодно сделать, потому что это ваше право. Это ваша жизнь. Делайте, что хотите. Это фарш. Да? Это наш фарш. Мы не будем делать зажарку, потому что зажарка это для слабаков. На самом деле нет. Просто мне лень. А так как мне лень, в общем-то, вы увидите, что будет дальше происходить. И всё. Осторожно. Слишком много. Травы надо больше. А вот потом у нас есть чесночный перец. Мы его открываем. И чувствуем, что это и чеснок, и перец. Ну как? Берисьмо. Фигачим его сюда. Прям нормально. Нормально. Хорошо. А что у нас ещё есть? У нас есть базилик. Короче, режем лук. Кто будет резать лук? Лук порезан, и мы просто добавляем его в фарш. Сейчас нам тут не преднамеренно добавится. Целая пачка базилика, поэтому надо её отложить. И всё остальное отложить. И взять ещё томатную пасту. И просто делаем вот так вот. Ну, давай. Давай, Жена. Отлично. Давай, 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 сейчас. Перемешиваем. Мы должны перемешать всё это до однородной массы. Прям до супер однородной массы. Чтобы всё было прям чётенько. Я, честно говоря, не знаю, что можно говорить в этом видео. Потому что после проситения правил Ютуба, я поняла, что большинство моего юмора сюда просто не зайдёт. Потому что моё видео будет заблокировано. Так что выживаем, так можем. Я надеюсь, что это видео не будет заблокировано. А если будет, то вы найдёте его в Кантаче или на какой-нибудь платной платформе. Ну, ладно, не найдёте его там. Надеюсь, что с Ютубом всё будет хорошо. Ютубчик, не болей! Вкусный лучок. Тем временем я не могла остановиться. Нужно больше перца. Короче, секретный ингредиент это соевый соус. Спасибо большое. Мы добавляем немножко соевого соуса, чтобы мясо чуть лучше мазалось по листам. Я возьму луковую миску. Я возьму сыр. Это сыр лёгкий. Свежий ряд. Сыр без дырочек. Это хороший сыр. Сыр с дырочками плохо плавится. И начинаем. Ужас. Ну, по-прежнему, мало. Всё равно мало. Давай ты натрёшь, а мы потом к этому вернёмся или нет. И вот у нас уже есть. Старелочка сыра. Противень. Да? Противень. Для того, чтобы всё это готовить, мы возьмём оливковое масло для жарки. Прям какая-то, не знаю, рекламная компания. Если чё, мне за это не платит никто. Берём макароны для лазаньи и, типа, раскладываем их. Раскладывайте, как вам удобно. Мне удобно так. Я поломала макаронинку. Раскатываем мясо. Скалка тут не нужна. Тут хватит и руки. Теперь мы берём сырочек. И вот так вот посыпаем сырочком. Готовка – это творчество. Ты можешь творить всё, что угодно. Особенно у себя дома и кто тебе чё запретит. Никто. Правильно? Уже нет полиции нравов. Теперь мы поливаем всё это соусом. Короче, мы сейчас польём соусом, потом попытаемся его распределить. Мне нужно ещё немножко кофе. Берём макароны, выкладываем следующий слой. Если вы выкладываете по три макаронинки, как это делаю я, то вам просто необходимо их чередовать в положении. Теперь мы... Походу, слишком много сыра. Ну-ка. Нет, подожди, нормально. Прям почти хорошо. Теперь мы берём соус. И вот так вот всё заливаем этим соусом. Зачем? Никто не знает. Возможно, надо сначала соус, потом сыр. Но это не точно. Кому какая вообще нафиг разница? Моя лазанья. Чё хочу с ней, то и дело. Мы должны разогреть духовку до... Сколько там? 108 градусов. Короче, в течение пяти минут греем. Духовку до... До 80 градусов. Потому что иначе у лазанни будет шок. Она охренеет от того, куда её поместили. Она должна помещаться в тёплое помещение. Её габаритов. И жить там. Сколько? Сорок минут. Ну, в среднем где-то 30-40 минут. Вроде как. Вы можете провести рецепт. Я могу написать об этом ещё в описании к видео. Или когда мы переключимся опять после готовности лазаньи. Скажу вам, сколько она там была. Вот. И после этого ещё 15 минут она должна там остывать. И уже в обновлённом варианте, в своём готовом варианте, она должна привыкать к этому миру ещё 15 минут. Потому что если ты вынешь её и скажешь, мы тебе сейчас сожрём. Она тебе скажет, господи, зачем? За что? Я ещё не готова. Я ещё не пожила. Вот. Ты должен с ней разговаривать в течение этих 15 минут, что вот, ну, ты должна это принять. То, что ты была создана для того, чтобы тебя съели. Ты была собрана из частей просто нескольких животных. Из множества просто ингредиентов. Просто для того, чтобы тебя съели. Сейчас, если у нас запотеются очки, значит, печка уже прогрелась. Очки не запутили. Надо ещё. Ждём. Танцуем. Итак, ладно. Наша духовка уже прогрелась. Вот. Ну и... А, подожди, надо побольше. Надо побольше. Лазанья. Скоро подрастёт. И составится. И мы должны подготовить её. К её дальнейшей судьбе. А пока... Ждём 30 минут. Ну, пока 30. Потом мы посмотрим, какая корочка на этом соусе. И вернёмся. Духовку нельзя открывать, пока лазанья не приготовится. Иначе у неё будет шок, и она лопнет. Итак. Мы продержали её в районе 25 минут. Нагретой. Потом отключили. И продержали в районе 10 минут нагретой. Она правда шипела, сопротивлялась. Из неё текла кровь, она рыдала. И говорила, что выпустите меня наружу, пожалуйста, не убивайте. И всё такое. Но мы были непреклонны. И вот она. Я, конечно же, начудила со слоями. Надо было... Класть сначала соус, потом... Сыр? Ну, какая разница, если это всё не важно. Если все мы умрём, в конце концов. И это лазанья... Ой, я обожглась. Ай, опять обожглась. Типа всё. Она такая тяжёлая. Охренеть. Никогда такой тяжёлой не была. И вот опять. Тяжёлая. Короче, мы её режем. Что-то мне кажется, что она не совсем готова. Ой. Я очень много кофе выпила. Ну, вроде... Вроде нормально. Типа мясо готово. Ну, вот если бы слои были наоборот. Типа сначала соус, потом сыр. Возможно, она бы так не разлеталась. Ну, по виду всё готово. Может быть, мясо не готово. А может, готово. Мне и так нужно. Так что всё. Лазанья сделана. Можете мне похлопать. Похвалить в комментариях. А можете сделать такую же, но не перепутав последовательность. Типа мясо, соус, сыр. Листы. В общем, оставьте лайк под видео. Делитесь этим видео. В контакте. Ну, или где-нибудь делитесь, короче. Может быть, вам этот рецепт когда-нибудь пригодится. Или если вы надумаете сделать лазанью, но у вас она не получится. Вы посмотрите это видео и поймёте, что может быть гораздо хуже. Ну, по сути, надо сначала делать зажарку с мясом, с овощами, там, морковку, лучёк туда. Если вы не ленивый. А если вы ленивый, как и я, то делайте, как и я. Понимаете? Ну, в общем, вот всё. Спасибо за просмотр. Всем пока.